Продолжаем отвечать на вопросы зрителей. Бланка с Фейсбука. Какие витамины вы посоветуете от паралича Белла? Что это такое, доктор? Ни разу о таком не слышал. Паралич Белла — это неврологический недуг, при котором нерв лица как бы парализован, и одна сторона лица опущена вниз. И тут много неизвестного. Есть данные, что это связано с проникновением вируса в нерв. Другие люди говорят, что причиной является инфект, повреждение из-за травмы, из-за лечения зубов, что тоже возможно. Лично я думаю, это связано с вирусом. У меня есть об этом видео, можете его посмотреть. Но я думаю, одно из лучших средств — это высокие дозы витамина D3 для укрепления иммунной системы. Ведь, помимо прочего, вирусы, особенно те вирусы, которые могут уходить в спячку и выходить из спячки, могут блокировать рецепторы к витамину D. Они как бы знают, что витамин D в огромной мере укрепляет иммунную систему. И они умные, они блокируют эти рецепторы, и мы остаёмся без защиты. Витамин D очень интересен тем, что он укрепляет обе части иммунной системы — приобретённую и врождённую. Я думаю, что витамин D намного лучше любых средств, но его роль преуменьшают, ведь он не даёт прибыли. Его можно получить от солнца. Ого, это не в интересах фармацевтических компаний. Ладно, перейдём к следующему вопросу Викторина на сегодня. Вот он. Почему большие дозы витамина D могут привести к дефициту магния? Хорошо, пусть наши уважаемые зрители подумают об этом. А мы пообщаемся со следующим гостем. Сегодня их у нас четыре, так что надо успеть поговорить со всеми. Итак, на связи с нами Николь из Калифорнии. Николь, можете задать один вопрос доктору Бергу. Привет. Привет. Итак, я голодаю интервально минимум 18 часов в день, ем два раза в день. У меня болезнь Адисона и болезнь Хошемота. Есть много противоречивой информации, и вопрос у меня такой. Можно ли мне есть яйца, грецкие орехи, миндаль, хлеб из дрожжевого теста и принимать холодный душ? Ясно. У вас болезнь Хошемота, а это скорее аутоиммунное заболевание, чем проблема щитовидной железы. Так что надо принимать селен для преобразования теревоидного гормона. Болезнь Адисона — это проблема с надпочечниками, недостаточность их функции, неизбыточность. Это может влиять на иммунную систему, может влиять на, возможно, потемнение кожи, вы можете терять вес. Обычно это бывает из-за сильного стресса или шока организма. Это может привести к развитию болезни Хошемота. Так что у меня вопрос к вам. Обе эти болезни возникли примерно в одно время или сначала возникло одно, а позднее возникло другое? Гипотиреоз у меня со школы, а болезнь Адисона у меня уже лет 14. То есть гипотиреоз начался на 10 лет раньше, чем болезнь Адисона. Возникла ли болезнь Адисона после того, как у вас был какой-то внезапный стресс? Я думаю, да. Да, вероятно. Ясно. При болезни Адисона надо есть больше соли. Вероятно, вы так и делаете, ведь вы теряете много соли. Первая мысль — вам нужен качественный БАД из цельных высушенных надпочечников животных. Это первое, что я рекомендовал бы, а также я бы принимал большие дозы витамина D3. Не знаю, принимаете ли вы его, но это значительно уменьшает воспаление. И это может принести вам пользу. Насчет холодного душа, я думаю, это зависит от того, не будет ли это слишком большим стрессом для ослабленных надпочечников. Вы можете их перегрузить. Можете начать постепенно и посмотреть, приносит ли это пользу. А вообще, я всегда рекомендую всем холодный душ или погружение в холодную воду. Или почти всем. Это удивительно полезно. Что касается орехов, кажется, вы упомянули грецкие орехи и... Что еще? Миндаль. 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 Да, я думаю, проблема в том... Не знаю, я обнаружил, что они вызывают сильное вздутие. Так что попробуйте и посмотрите, можете ли вы их есть. Гораздо лучше их замачивать, а потом высушивать. Но когда я перестал есть орехи, моему организму стало намного лучше. Но некоторые переносят их в небольшом количестве. Я думаю, вам очень важно употреблять высококачественный животный белок. Яйца, мясо и рыбу. Но... Спасибо. Вот что я советую. И, пожалуй, морепродукты. В них микроэлементы. Селен и цинк. Они нужны при болезни хошемота. Спасибо. Пожалуйста. Отличный вопрос. Спасибо, что позвонили. А теперь вернемся к социальным сетям. Жоз фейсбука. После удаления желчного пузыря я принимаю молозиво от диареи. Безопасно ли принимать его в течение длительного времени? В смысле молозиво? Если у вас нет аллергии на казеин, это молочный белок, я советую принимать молозиво, оно полезно. Но если у вас удален желчный пузырь, вероятно, вам нужно принимать еще и желчные соли. Можете принимать их немного после еды, ведь без желчного пузыря невозможно концентрировать желчь настолько, чтобы извлекать жирорастворимые нутриенты из пищи. Просто посмотрите, есть ли у вас симптомы дефицита жирорастворимых витаминов. Так вы поймете, нужно ли вам принимать желчные соли. Но если начнется диарея из-за желчных солей, значит, вы приняли их слишком много. А признаком нехватки желчи является запор. Мы получили ответы на сегодняшний вопрос Викторины. Озвучал он так. Почему большие дозы витамина Д могут привести к дефициту магния? И 100% ответивших сказали, что магний необходим для эффективного преобразования и усвоения витамина Д. Это так? Совершенно верно. Да, у нас очень умные зрители. Вот почему витамин Д надо принимать вместе с кофакторами, особенно с магнием. Ведь если вы начнете принимать витамин Д, вы зарасходуете весь свой магний. А у очень многих людей и так дефицит. Чтобы витамин Д стал активным, нужен магний. Чтобы витамин Д мог работать в кишечнике и помогал всасывать кальций, нужен магний. Так что... Вы можете не ощутить сразу же дефицит магния, но если принимаете большие дозы витамина Д, а я советую это делать, обязательно принимайте его вместе с магнием и другими кофакторами, о которых я рассказываю. Итак, да, магний крайне важен. Субтитры создавал DimaTorzok